Всем привет! С вами Молодежный Микс и я, Иша Тамарова. Смотрите сегодня в нашей программе. Творческая Милана и все то, что она умеет делать. Какая бы плохая ситуация ни была, лучше всегда сказать все прямо и открыто. И так плохая ситуация сразу себя может исчерпать. Школьница заняла третье место во всероссийском конкурсе WorldSkills Russia. Чемпионат прошел, как я считаю, очень хорошо. Результат, конечно, меня очень порадовал. Балерина, фармацевт, писатель, искусствовед. Все это совмещает в себе маленькая Милана. А ей на минуточку в день съемочного процесса исполнилось ровно 10 лет. Смотрим. Это Милана и она очень творческая личность. Аниса, мама Миланы, стала замечать в девочке интерес ко всему, с чем она только сталкивалась. Будь то картина, лекарства, танцы. Она с легкостью определит писателей более 100 картин. Назовет автора шедевра «Последний день Помпеи» и даже расскажет о тех трагических событиях. Впрочем, как делится сама девочка, это ее любимая картина. А вот что изображено на этой картине? То, что извергался вулкан, и люди хотят спрятаться, чтобы не попасть под лаву. Почему картина называется «Последний день Помпеи»? Ну, потому что... Потому что это на самом деле «Последний день Помпеи». Значит, у нас и историю знаешь, да? Немножко. Помимо всего, Милана знает более 50 лекарств и что для чего предназначено. Это всего лишь начало, а дальше больше, ведь сама Милана мечтает стать врачом, как и ее тетя. Вообще, покажи мне пальсор. Пальсор, вот, он помогает при отравлениях, а также это противоаллергическое средство. Ага, а смекта? Смекта помогает при вздутии, диареи и изжоге. А Линекс? Линекс, он полезен для кишечника и нормализует его работу. Я стала замечать, что она запоминает название лекарств по упаковке, даже не видя само название. И без проблем запоминала, для чего их нужно применять. Кроме того, моя сестра, провизор, и проблем с тем, чтобы найти лекарственные средства и узнать, для чего они применяются, у нас не было. Мы часто ходили на работу к сестре, и Милана увлекалась этим все больше и больше. В свободное время Милана играет со своими братьями, читает с мамой книги, сочиняет рассказы и танцует балет. Это ее любимое занятие. Мама девочкой довольна, шутит, что ей уже сейчас есть кому принести стакан воды. Правда, с лекарствами. Но это ничего страшного. Всероссийский конкурс WorldSkills Russia подвел свои итоги. На этот раз притером конкурса стала ученица 11 класса Гюрханум Алиева. Она заняла третье место. За всеми подробностями к Пахрудину Амарову. Вести уроки для детей, когда сам еще учишься в школе, дело непростое. Но Гюрханум отлично с этим справляется. Свои стремления и педагогические таланты она показала еще на региональном чемпионате. Дальше ей предложили поучаствовать уже во всероссийском конкурсе по стандартам WorldSkills. Девушка вошла в тройку призеров. Чемпионат прошел, как я считаю, очень хорошо. Результат, конечно, меня очень порадовал. Борьба была сильная. Соперники были тоже очень сильные. Но, несмотря на это все, я не стала сомневаться в себе, в своих усилиях. Готовясь к конкурсу, девушка провела несколько полноценных уроков. Любовь к детям, умение с ними работать, а также усиленная подготовка дали результат. Призовое место в чемпионате – это большой прорыв, отмечает и наставница. Вообще, по стандартам WorldSkills, задания, которые выполняют участники, они должны быть сложными даже для специалиста. Для участницы, которая является юниоркой, которая, ну, можно сказать, что никакого отношения к дошкольному воспитанию пока не имеет, вот, она ученица школы. Это было вдвойне сложно. Кюль Халум – ученица 11 класса, отличница. Претендует на золотую медаль. С какой профессией связать свою жизнь еще точно не решила. Колеблется между медициной и преподаванием. Колледж, в котором девушка вела подготовку к чемпионату, готов ее принять без экзаменов. Ведь именно здесь, на площадке WorldSkills, помогли Гюл Халум раскрыть таланты и знают ее способности. Весь коллектив участвует в подготовке конкурсантов. У нас уже даже на базе колледжа есть несколько преподавателей, которые уже прошли и обучение, и получили сертификаты. В колледже с 2017 года участвуют в конкурсе «Молодые профессионалы». Помимо студентов учреждения, на площадке WorldSkills могут обучаться и школьники. Ну а победы на чемпионате дают преимущество при поступлении в ВУЗы и СУЗы. Характер у всех своеобразный. И качества разные. Да и люди не похожи друг на друга. Кто-то честный, кто-то врет, ну а кто-то лицемерит. А вот какие качества нравятся нашей молодежи, мы попытались узнать на улицах нашего города. В первую очередь это честность. Какая бы плохая ситуация ни была, лучше всегда сказать все прямо и открыто. И так плохая ситуация сразу себя может исчерпать и не довести до какого-то там недовольства и так далее. Ну, именно у меня все о честности идет, никакой такой сложной формулы нет в принципе. Мне больше всего нравится их целеустремленность, то, как люди идут к своей цели, ни перед чем не останавливаются. Ну, на таких людей смотришь и думаешь, я тоже таким хочу быть. Скромность. Ну, почему? Ну, скромные люди, намного с ним приятнее разговаривать. И вот, это мое мнение. Доброта, честность, справедливость, не знаю, еще. А почему? Ну, как почему? Приятно видеть всегда людей, которые могут помочь друг другу. Доброта, искренность, честность, отзывчивость у человека. Почему? Потому что я считаю, это одни из лучших качеств, которые присущи людям. Это адекватность человека. Она помогает во многих коммуникабельных планах. Доброта, уверенность в себе, честность. Педантность. И, конечно же, которые люди с юмором. Горькая правда. Как бы это ни было, простите за тавтологию. Горько. Лучше все-таки знать и настроиться на что-то, чем не знать. И потом, бац, там что-то такое будет. Горькая правда. Как бы это плохо ни звучало и не было. Ну, лучше действительность, чем жить иллюзией. Лучше горькая правда. Почему? Ну, лучше сперва узнать правду и проанализировать, и как-то решить эту проблему. Чем потом думать, сидеть или просто все бросить. Да, конечно, горькая правда. Почему? Ну, если человек сразу узнает, он может потом подумать, раздумать и решить, что человек, ну, не со зла ему открыл эту правду. Ну, не знаю. Чем утаить, это лучше сказать правду. Правду. Почему? Потому что, ну, ну, это то, что тебе правда, а вождь, тебя вот воротит, вот за спиной, это все. Ситуации бывают разные. То есть, где-то лучше сказать горькую правду, а где-то немножечко утаить или недосказать. Обновенно наглость. Часто сталкивались с мамой? Да, у нас это приемлемо. Потом, что еще можно сказать? Подлость, жестокость, насилие. Не нравится, знаете, напыщенность, наверное, такое снобство, когда человек заставляет другого в своей компании чувствовать себя некомфортно. Лицемерность, когда люди просто в одной компании, они одни, в другой компании другие, там, могут посплетничать. Ну, не люблю такое. Предательство, скрытость, лицемерие. Как вы относитесь к такому? Вы сталкивались с этим? Сталкивался. Мне 20 лет, все 20 лет я сталкивался. Это скрытость, лицемерие, гордыня, потому что эти черты характера, они усугубляют человека. Он становится хуже из-за них. Да, вы в наше время не сталкиваетесь и не с таким. Там обсуждают за спиной и так далее, когда лицо, это ничего абсолютно не говорят. Жадность. Ну, потому что они экономят на все. А вы сталкивались с подобными? Да, и знакомая есть, да, которая чем больше денег, тем жаднее. Ну, а на этом у меня все. С вами была Ишат Амарова. Увидимся ровно через неделю в это же время. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!